Красота в деталях. В домах микрорайона Южной поселились птицы. Планируя косметические ремонты, управляющая компания закладывает в смету и авторскую роспись подъездов. Две высотки уже обновили, сейчас приступили к третьей. Жильцам такой подход нравится. Говорить, что росписные подъезды стали визитной карточкой Южного, пока рано. Но что такой тренд наметился, уже можно. Первые рисунки с птицами в шестом доме появились около года назад. Сейчас пернатые поселились уже по другому адресу, в Атутино, 61. В одном подъезде журавль, в другом синичка. Деньги на эти художества заложены в смете на косметический ремонт. И хотя некоторые считают, что их лучше направить на что-то другое, большинство жителей малосемеек рады. Живу в этом подъезде. После ремонта стало очень красиво. Особенно вот эта картина, которая была очень необычная. На работе всем показала, сказала, посмотрите, как красиво у нас в подъезде стало. Все очень оценили. Сказали, да, здорово и замечательно. Роспись по приглашению подрядчика делал молодой оскольский художник. Дмитрий Бунин работает не кистями и красками. Его инструмент – аэрозольный баллончик. Рисунки с жильцами и управляющей компанией не согласовывает. Творит по вдохновению. Молодцы! Ремонт чуть не застопорился из-за вещей, которые жильцы складировали в общем коридоре. Старые шифонеры, велосипеды, тазики. Чего только не было. И тогда в Укаемская слобода объяснили. Если хлам не убрать, обновления не ждите. Хотите ремонт – убирайте вещи. Было вот так. Все откликнулись, освободили проходы. Все было сделано. Все, что смогла управляющая компания в рамках своих средств, возможностей, мы сделали. То есть первый этаж заменили линолеум, остальные этажи покрасили полы. Собрали все провода и кабеля, которые были в кабель-канал. Получилось чистенько, красиво. Первые этажи оформили рисунки. Мне кажется, тоже получалось очень интересно. Косметический ремонт начался и в доме номер 10. Там тоже входную группу оформят авторской росписью. Но прилетят ли птицы или появятся другие обитатели – знает лишь художник. Нарядными подъезды простоят вплоть до капремонтов, которые на Южном запланированы лишь на 2030-2040 годы.